Смотрите на меня, я уже не прячусь. Это не про горе, не про слезы, не про изоляцию. И вот когда ребята включаются в танец, происходит какое-то чудо. Их жизнь в любом случае приобретает смысл. Все здесь артисты, все здесь танцоры. Насколько они готовы стать на равных. Жизнь вокруг изменилась. Мы верим, что артисты профессиональные захотят с нами работать. Привет. Наверное, я не сильно вас удивлю, если скажу, что профессиональный балет всегда был крайне далек от идеи толерантности и равенства. Но, как бы странно это ни прозвучало, именно за это мы его и любим. За невероятную красоту на грани возможностей человеческого тела. Другие танцевальные направления, как правило, противопоставляют себя классике, подчеркивая свою современность и открытость всему новому. Только так ли это на самом деле? Я изучала вопрос инклюзии и поговорила с людьми, стоящими в авангарде российского инклюзивного танца. И убедилась, что, к сожалению, особенный танец и танец, скажем, более нам привычный, существуют в двух параллельных вселенных и практически не пересекаются. Инклюзия тема непростая, это факт, но это не значит, что следует ее избегать и даже как-то демонизировать. Давайте сегодня вместе сделаем шаг навстречу инклюзивному танцу и удивительным людям, которые им занимаются. Я всегда очень благодарна вам за ваши лайки и комментарии, но сегодня они особенно нужны, чтобы как можно большее количество людей узнало о фонде и фестивале «Инклюзив танц» и их потрясающей работе. Меня зовут Наталья, вы на канале «Неприма», где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Инклюзивный танец – это танцевание людей с инвалидностью и без. Наталья Головкина – главный хореограф проекта «Инклюзив Дэнс». Окончила Институт культуры по специальности педагог-хореограф. Преподавала в школе, работала постановщиком в «Доме модели» и цирке «Аквамарин». С 2007 года является художественным руководителем коллектива «Студос». Работать с «Инклюзив Дэнс» начала в 2013 году. Когда хореограф, нормотипичный человек, работает с людьми с инвалидностью, уже произошла инклюзия. Просто она произошла 1 к 99. «Инклюзив» – включение. Смысл именно во включенности. Вот когда ребята включаются в танец, происходит какое-то чудо. Елена Михайлина – психолог, кандидат педагогических наук, арт-терапевт, член Ассоциации танцедвигательных терапевтов. Преподает в РУДН, проводит консультации и мастер-классы. Является автором терапевтических сказок для детей. В «Инклюзив Дэнс» пришла как танцующий волонтер, затем стала программным директором и коучем педагогов инклюзивного танца. И в плане акта единичного – это радость. Мы все любим двигаться, и это приносит нам ощущение жизни. И в плане регулярных занятий, представления себя. Это лечит еще и в прямом смысле этого слова, потому что все наши 600 с лишним мышц, они так здорово иннервируют мозг. А у нас мозг-то один на все, и на интеллектуальную деятельность, и на физическую. Обычно ребята с инвалидностью, они такие, они очень теплые. Они очень хотят общаться, они очень живые в плане эмоций, эмоциональной отзывчивости, очень добрые. В этом плане-то как раз очень легко. Главное, чтобы нормотипичные люди с ними подружились. Мы, когда встречаемся с инвалидностью, примеряем это на себя. И вот здесь нам становится очень страшно. И мы хотим, чтобы это из нашего поля зрения исчезло. Давайте мы засунем голову в песок и скажем, что вот это не с нами, у нас нормальная семья, у нас нет людей с инвалидностью и все такое прочее. На самом деле, вы правы, этому надо учить. Но я вам хочу сказать, что вот то, что было сделано несколько лет назад, было сделано таким авральным методом. А вот давайте у нас будет инклюзия, люди будут друг друга видеть, и будет клёво. И, упс, людей нормотипичных к этому не подготовили. Они оказались не готовы к каким-то резким проявлениям, к каким-то, может быть, нарушениям личных границ. Потому что люди с инвалидностью, особенно если несохранный интеллект, они открытые, они идут к тебе, они хотят тебя обнять. Ты, может быть, к этому не готов. Нельзя вот это вот как холодный душ, да? А вот вы должны их принимать. Нет, подождите, вы должны меня научить, как мне их принимать. Мы же и в мыслях думаем о других так же, как о себе. И в движении тоже. И очень сложно почувствовать ограничения другого человека. Это как раз задача волонтёра. Как двигаться с другим человеком так, чтобы это был именно танец, а не мои замечательные движения на фоне там кого-то. Вот эта инклюзия, когда мы посадили человека в коляске, человек сидит посредине сцены, а мы вокруг него красиво, значит, по какие-то делаем. Существует пласт людей, которые очень любят делать красивые для себя фотографии и писать красивую историю про свою доброту, да? И вот это вот из разряда. Дайте мне, пожалуйста, инвалида посимпатичнее. Понимаете, все люди ищут некую пользу в чём-то, от кого-то, от чего-то. А в чём наша польза? В том, что мы подарим вам объятия. Ну, мы верим, будет когда-то чудо. Артисты профессиональные захотят с нами работать. Уже были подвижки, уже, допустим, Александр Могилёв участвовал в проекте. Был проект ТНТ, он, по-моему, был в Екатеринбурге, где сделали огромную шоу-программу. Шоу очень красивую, очень с большими вложениями. И мы обрадовались этому, потому что это прямо гигантский шаг. Но оказалось, это одноразвая акция, к сожалению. У нас был проект с артистами Большого театра. Уже вышла афиша, уже был назначен день концерта, но ковид нас остановил благодаря директору Большого театра. И очень большой вклад в это внёс Андрей Меркурьев. Ему было интересно с нами. Он очень любил ребят наших. Он привлёк коллег к этому мероприятию. У нас уже была программа концерта, которые выбирали сами ребята профессионалы. Вот что бы могло быть такого интересного на концерте? Ну, обстоятельства решают всё. И, возможно, в тот момент мы могли бы пробудить хотя бы танцевальное сообщество. Насколько они готовы встать на равных. Вот это самое главное. Когда я помогаю кому-то перейти через улицу, я совершаю активные действия, и я не на равных. Я свою силу употребляю во благо кому-то. А здесь надо встать на равных. И это такая задачка достаточно серьёзная. Все здесь артисты, все здесь танцоры. У всех есть своя задача. От движения каждого зависит общий рисунок танца. И нету менее важных танцоров, более важных. Даже если ты вышел на сцену на полминуты, всё равно от твоего появления, от твоего мастерства зависит многое. Вы должны выйти и сделать так, чтобы люди в зале получили удовольствие от просмотра вашей программы. И, вы знаете, это как-то вот очень подравнивает сразу. И, конечно, то, что они выходят на сцену. Это очень важная тема. С одной стороны, вроде это что-то там про результат, про амбиции, там ещё что-то такое прочее. Можно усомниться, что у них есть эти амбиции. Нет, это как раз кульминация. Это то, для чего работает артист. Любой артист работает для того, чтобы выйти на сцену и рассказать, показать, когда это ещё какая-нибудь, знаете, такая сборная солянка из разряда вот, ну, там, концерты, я не знаю, там, на День города, да. Обычные коллективы и инклюзивный коллектив. И ребята же тоже, они чувствуют, что они наравне со всеми. У них гримерки, они выходят, их объявляют и так далее. То есть они прям уже всё, члены общества полноценные полностью. Мы должны образовывать людей. Мы пришли с целью не просто научить танцевать. У нас сейчас высокотехнологичное общество, в котором инвалидизироваться можно, просто возвращаясь на машине домой. Если с тобой что-то случится, тебя не бросят. У тебя будут дела, у тебя будет жизнь. Ты даже будешь выходить на сцену. У общества есть институты, есть специально образованные люди, профессионалы, которые умеют это делать. И на этом твоя жизнь не закончится. Ты не сядешь в четырёх стенах и не останешься один. Когда они к нам приходят, они уже, конечно, вот эту острую фазу прожили. Вот если уже приходят, то это уже история про то, что я готов предъявиться в своём вот таком новом виде. Смотрите на меня. Я уже не прячусь. Жизнь в любом случае приобретает смысл. То есть появляется деятельность, вокруг которой закручивается жизнь. Она становится более осмысленной. Творческое эго там тоже удовлетворяется, просто через другое немножко. Я должна посмотреть, что могут мои танцоры, что я могу ещё из них немножко так подвытянуть на занятиях и сделать так, чтобы все вышли на сцену, всем нашлось достойное место, чтобы все они выглядели именно так, чтобы зритель ушёл с тем, что это красиво, что это не та история, на которую я настроилась, что сейчас вот инвалиды, сейчас мне будет плохо, сейчас мне будет больно и так далее. А чтобы я вышла после полноценного концерта под громадным впечатлением от той эстетики, которую я увидела. Это задача хореографа. Когда я нахожусь в зале и делаю постановку, у меня отключается сочувствие, какая-то печаль. У меня вообще на самом деле мир отключается. То есть у меня есть вот ребята, они для меня танцовщики. И есть я, и какая-то информация. У меня визуальная картинка, что некая воронка вот тут как-то открывается. Туда сходится вся информация, мною полученная от разных педагогов, от разных мастер-классов. И вдруг она вливается в какую-то некую единую тему, единую конструкцию. Это мой рост, моё восприятие мира изменилось. Изменилось всё, изменились мои постановки. Очень сильно изменилось моё отношение к бальному танцу. Я смотрю на него иначе. Я смотрю на него как мощнейшую телесную практику. Владение собственным телом уникальное. Уникальное понимание веса собственного. Бальный танец, честно говоря, я использую на начальных стадиях работы с людьми с инвалидностью. С чего начинается танец? С шага. Ну, самое первое движение, да. То, к чему нас приведёт батман-тандю элементарное. Шаг. И здесь очень хорошо выстроено, в этой технике медленного вальса, очень хорошо выстроено, да, шаг вперёд, шаг в сторону. Подставки, да, степ-тачи те же самые. Шаг назад, шаг в другую сторону. В моих уроках по инклюзивному танцу обязательно идёт небольшой, но тренинг по классической хореографии на середине. Почему на середине, объясню. Потому что опять это вес, это устойчивость, это понимание своих стоп, своих опор, это понимание своих рук, что они и в воздухе могут быть опорой. Что-то строится дальше. Могу сказать, что вот, помните, мы выставляли ножку с вами на батман-тандю. А вот давайте теперь скользим. Что пошло? Слайд начался, да. То есть мы немножко пошли уже в джаз, дальше увести вниз. Пошла партерная какая-то, да, история. А оттуда мы можем сказать, что вот, вот, давайте, не знаю, будем капли в воздухе ловить. Мы пошли в то, что здесь, в мгновение, да, то есть это контемпорали уже. И ещё очень хорошо применяются для ребят с инвалидностью включение тренингов актёрских. Они понятны, они многозадачны с одной стороны, и их можно сделать как плоскими, так и объёмными. Начать с плоского, и этот же тренинг, его увеличивать и направлять дальше, дальше, дальше. То есть я стараюсь пользоваться всем. Я даже увижу, что это на улице, и я постараюсь этим воспользоваться. Танец — это не теория, танец — это как раз практика. Поэтому нужно набирать огромный практический опыт, как рассказать человеку, как он должен быть с другим человеком, который не такой, как он. У всех хореографов велик соблазн взять человека с синдромом Дауна, у которого потрясающая растяжка на поперечный шпагат, и посадить его на этот поперечный шпагат. Ну что, лепота же, правильно? Не все танцоры так могут. А им нельзя, потому что у них слабые мышцы внутренней поверхности бедра, и вообще-то им критично опасно, нельзя такие вещи делать. Но это должен кто-то сказать. То есть даже когда ты давно, долго в этом работаешь, всё равно приходит новый человек, и ты общаешься с его семьёй, с его родителями, с кем-то ещё, и детально пытаешься собрать, что можно, что нельзя, где зона развития есть. Сейчас мы уже доросли до того, что мы можем это передавать. А мы сами это методом проб и ошибок, потому что этому вообще, по-моему, нигде не учат. Если говорить о том, кто в данном направлении впереди планеты всей, то это как раз тот случай, когда можно без зазрения совести сказать «мы». И не только потому, что мы стремимся к эстетике, а потому что у нас это какое-то движение, охватывающее всю страну. Спасибо Леониду Ини, они когда-то это начали, вот зародился этот фестиваль, и благодаря нему люди стали общаться, люди стали приезжать, люди стали друг другу себя показывать, обмениваться опытом. И теперь это такое масштабное движение, вот прямо в масштабах всей страны. И опыт накоплен коллегами колоссальный. Как можно помочь вам прямо сейчас? Найти возможность побыть волонтером просто, понаходиться, может быть, присесть, понаблюдать. И тогда, по сути, через одно-два занятия ты поймешь, что можешь ты это или нет. Прямо сейчас, мне кажется, нужно просто об этом говорить, нужно это показывать, чтобы люди воочию могли убедиться, как это, про что это. И нужно дать этому время осуществиться. Больше информации об Inclusive Dance можно найти на странице ВКонтакте, а также на их сайте. Там же можно поддержать проект и подать заявку на волонтерство. В октябре в Москве состоится фестиваль Inclusive Dance, на него тоже можно попасть. Следите за обновлениями группы ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!